Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и настал этот день. Старт очередного сезона юношеской футбольной лиги, причем старт нового соревнования UFL3. Теперь в день на одном из стадионов России. По своей личной традиции я начну с гостей. Футбольная школа молодежи, город Москва. Дубоделов. Ванцов. Борьба за мяч. Шопин технично разворачивается. Сохранил мяч у себя. Шопин. Штрафную площадь. Красивый разворот. И удар по воротам. Надо забивать. Нет, мяч каким-то чудом в ворота не попадает. Посмотрите, какой классный разворот Артема Носачева. Задевает мяч вратарь. И Шопин не попадает по мячу. Хорошая обработка. И вот еще один момент может возникнуть у ворот ФШМ. Камельков. Штрафной площади. Оказалось сначала, что готовит удар. Камельков. Да, он действительно готовил удар. Возможно, даже в какой-то момент чуть с ним затянул. Но в итоге проверил на прочность Андрея Платонова. Точнее, могли у Спартака возникнуть серьезные проблемы. Хорошая передача в разрез. Житников пробил. Пока что все, что летит в створ, у Спартака приходится прямо в руки Платонова. Двадцать седьмая минута встречи. Дин, два и три скажут, что главной задачей является подготовка кадров и подготовка воспитанников своей школы в основной состав. Какой момент сейчас не реализует Спарта? Георгий Рыков не подстроился под мяч должным образом. Но, возможно, это было даже опаснее, чем... Который, кстати говоря, заканчивается. При счете 0-0. Спартак против футбольной школы молодежи. Будет забит юбилейный трехтысячный мяч в истории этих соревнований. Получается, что в никуда. Шопин. Красиво и нет положения вне игры. Все-таки открывает счет Спартак. Дмитрий Шопин забивает первый гол своей команды в новом для команды же турнире. Шикарно сыграл Рыков, друзья. На коротке он сделал передачу на грани офсайда в направлении Дмитрия Шопина. Не пожадничал, хотя мог спокойно продвинуться вперед или развернуться, нанести удар с линии штрафной. Но Рыков по-спартаковски сыграл. Я бы сказал так, потому что короткий пас. Это фирменный почерк Спартака, особенно в 90-х и начале 2000-х. 1-0. Хозяева выходят вперед. Камельков снова. Ах, если бы на третьего пропустил сейчас Рыков. Ну, отскок удачный для Шопина зато получился. Шопин. Скидка под удар. Камельков. Камельков. Это пенальти. Это железобетонный пенальти. Удар по ногам. Иначе Камельков выходил бы на ударную позицию просто на целые 7-метровые ворота. Спартаковцы получают шикарный шанс забить второй мяч и сделать широченный шаг по направлению к победе. Ну что, Камельков против Платонова. 2-0. 2-0. Низом в левый от себя угол. Камельков реализует пенальти, который сам и заработал. Спартаковцы удваивают свое преимущество. И вот теперь наступает время замен. Шопина, кстати говоря, меняет Рейм Хедрик. Хедрик. Платонов задел мяч. Да, неплохой удар. Мяч закручивался практически по центру ворот. И задел его голкипер ФШМ. Ну и спартаковцы прессингуют. Тем не менее, стараются они продолжать высоко встречать своего соперника. Красиво. Это очень красиво. Это очень легко. И Камельков забивает гол. Красавец. Сколько футболистов ФШМ он обвел сейчас по дороге к этому голу. Просто фантастический проход. Это нужно смотреть, конечно, с самого начала. Гол, который будет претендовать на звание самого красивого по итогам первого тура. Юношеской футбольной лиги 3. Посмотрите. Раз-два уже позади. Три позади. Четвертый коротким движением. И удар в дальний угол. Примерно таким же ударом отличился и Дмитрий Шопин. С положительного результата. Все мячи были забиты во втором тайме. Дважды забил Егор Камельков. И еще один точный удар на счету Дмитрия Шопина. Поздравляем красно-белых. Поздравляем болельщиков Спартака.